Тезисно расскажу, как я делал этот намотанный шнур для фена. Для начала в 3D Max я создал два сплайна под названием Helix, направил их друг на друга и объединил. Была создана линия длиной 1,80 м, это реальная длина провода фена, которую я замерил. И при помощи модификатора Path Deform я запустил эту линию по сплайну пути. Затем при помощи Soft Selection я стал двигать линии сплайна так, чтобы они как можно более плотно обхватывали ручку фена, но при этом не пересекались с геометрией. Заготовку я перенёс в Marvelous Designer, импортировал как гармент с трассировкой 2D разверток. Увеличил плотность частиц и дальше прям при запущенной симуляции старался сделать, чтобы провод как можно более плотно обхватывал ручку, ориентируясь на то, как это выглядит в жизни. Изначально были попытки намотать провод целиком в Marvelous, но это получалось довольно долго и неуклюже, поэтому с максовской заготовкой стало гораздо проще. Здесь мне хотелось добавить естественности и неаккуратности, поэтому я довольно резкими движениями двигал витки, чтобы они пересеклись между собой. Треугольную сетку шнура я прямо в Marvelous'е изменил на квадратную и экспортировал обратно в 3D Max, выключив опцию корректировки UV-мэппинга. Далее всё довольно просто, я добавил толщину этому шнуру, применив модификаторы Shell и Turbo Smooth. И на данном этапе форма провода вполне напоминала провод в реальности. Потом я стал моделировать вилку, тщательно замеряя каждый миллиметр, хотелось чтобы было максимально похоже на оригинал. Конечно, с появлением Smart Extrude в 3ds Max 2023 некоторые вещи стало моделировать гораздо удобнее. Когда провод и вилка были готовы, осталось смоделировать насадку, сделать развертку всех частей, создать материалы в короне, разместив логотипы и надписи в нужных местах, и настроить студию для рендера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова